Артур Конан Дойл Собака Баскервилли Глава первая Мистер Желок Омс Мистер Желок Омс сидел со столом и завтракал. Обычно он вставал довольно поздно, если не считать тех нередких случаев, когда ему вовсе не приходилось ложиться. Я стоял на коврике у камина и вертел в руках палку, забытую нашим вчерашним посетителем, хорошую толстую палку с напалдашником из тех, что именуются ветским доказательством. Чуть ниже напалдашником было врезано серебряное кольцо шириной около тюрьма. На кольце было начертано Джеймсу Мортимеру ЧКХО от его друзей по ЧКЛ и дата 1884. В прежние времена с такими палками, солидными, увесистыми, надежными, ходили почтенные домашние врачи. «Ну-с, бацан, какого вы мнения о ней?» Он сидел спиной ко мне, и я думал, что мои манипуляции остаются для него незамеченным. «Откуда вы знаете, чем я занята? Может, не подумать, что у вас глаза на затылке?» «Чего нет, того нет, зато передо мной стоит начищенный до блеска серебряный кофейник», ответил он. «Нет, в самом деле, Ватсон, что вы скажете о палке нашего посетителя?» «Мы с вами прозевали его и не знаем, зачем он приходил. А раз уж нам так не повезло, придется обратить особое внимание на этот случайный сувенир. Обследуйте палку и попробуйте создать по ней образ ее владельца, а я вас послушаю». «По-моему, начал я, стараясь по мере сил следовать методам моего приятеля, этот доктор Мортимер, преуспевающий медик средних лет, к тому же всеми уважаемый, поскольку друзья наделяют его такими знаками внимания». «Хорошо», сказал Холмс, «превосходно». «Кроме того, я склонен думать, что он сельский врач, а следовательно, ему приходится делать большие концы пешком. А это почему? Потому что его палка, в прошлом весьма не дурная, так сбита, что я не представляю себе ее в руках городского врача. Толстый железный наконечник совсем стерся, видимо, доктор Мортимер исходил с ней немало миль. «Весьма здравые рассуждения», сказал Холмс, «опять же надпись от друзей по чеку «Л». Я полагаю, что буквы «КЛ» означают клуб, вернее всего охотничий, членом которого он оказывал медицинскую помощь, за что ему и преподнесли этот небольшой подарок. «Вадсон, вы превзошли самого себя», сказал Холмс, откидываясь на спинку стула и закуривая папиросу. «Я не могу не отметить, что описывая со свойственной вам любезностью мои скромные заслуги, вы обычно преуменьшаете свои собственные возможности. Если от вас самого не исходит яркое сияние, то вы во всяком случае являетесь проводником света. Мало таких людей, которые не блистают талантом, все же обладают недюжиной способностью зажигать его в других. Я у вас в неоплатном долгу друг мой. Я впервые услышал о Духовом садакое признание и должен сказать, что его слова доставили мне огромное удовольствие, ибо равнодушие этого человека к моему восхищению и ко всем моим попыткам предать классности метод его работы не раз ущемляло мое самолюбие. Кроме того, я был горд тем, что мне удалось не только овладеть методом Холмса, но и применить его на деле и заслушать этим похвалу моего друга. Холмс взял палку у меня из рук и несколько минут разглядывал ее невооруженным глазом. Потом явно заинтересовавшись чем-то отложил папиросу в сторону подошел к окну и снова стал осматривать палку, но уже через увеличительное стекло. Не бог верь, что но все же любопытно сказал он, возвращаясь на свое излюбленное место в углу дивана. Кое-какие данные здесь безусловно есть. Они послушат нам основой для некоторых умозаключений. «Нежели от меня что-нибудь скользнуло?» спросил я не без чувства самодовольства. Надеюсь, я ничего серьезного не упустил. Увы, дорогой мой Ватсон, большая часть ваших выводов ошибочна. Когда я сказал, что вы служите для меня хорошим стимулом, это откровенно говоря, следовало понимать так. Ваши промахи иногда помогают мне выйти на правильный путь, но сейчас вы не так уж заблуждаетесь. Этот человек безусловно практикует не в городе, и ему приходится совершать большие концы пешком. Значит, я был прав в этом отношении, да, но ведь это все, нет, нет, дорогой мой Ватсон, не все, далеко не все. Так, я бы сказала, что подобное подношение врач скорее всего может получить от какой-нибудь лечебницы, а не от охотничьего клуба. А когда перед лечебницей стоят буквы Ч, К, название Черенг русское, напрашивается само собой. Возможно, что вы правы. Все наводит на такое толкование, и если мы примем мою догадку за рабочую гипотезу, то у нас будут дополнительные данные для воссоздания личности нашего неизвестного посетителя. лечебницей Предположим, что буквы Ч, К, Л означают черенг русская лечебница. Какие же дальнейшие исключения можно отсюда вывести? А вам ничего не приходит в голову? Вы же знакомы с моим методом. Попробуйте применить его. Вывод очевиден. Прежде чем ехать в деревню, этот человек практиковал в Лондоне. А что, если мы пойдем немного дальше? Посмотрите на это вот под каким углом зрения, почему ему был сделан подарок, когда его друзья сочли нужным преподнести ему, сообща эту палку в знак своего расположения. Очевидно, в то время, когда доктор Мортимер ушел из лечебницы, решив заняться частной практикой, ему поднесли подарок. Это нам известно. Предполагается, что работу в лечебнице он сменил на сельскую практику. Будут ли наши выводы слишком смелыми, если мы скажем, что подарок был сделан именно в связи с его уходом? Это весьма вероятно. Теперь отметьте, что он не мог состоять в штате консультантов лечебницы, ибо это допустимо только врачу с солидной лондонской практикой, а такой врач вряд ли уехал бы из города. Тогда кем же он был? Если он работал там, не будучи штатным консультантом, значит, отводил и скромный роль куратора, живущего при лечебнице, то есть немногим больше, чем роль практиканта, и он ушел оттуда пять лет назад. Смотрите, дата на балке. Таким образом, дорогой мой Ватсон, ваш солидный пожилой домашний врач, испарился, а вместо него перед нами вырос весьма симпатичный человек, около тридцати лет, нечисто любивый, рассеянный и нежно любящий свою собаку, которую, как я приблизительно прикидываю, больше дерьера, но меньше мастифа. Я недоверчиво рассмеялся, а Шерлок Холмс откинулся на спинку дивана и пустил в потолок маленькие, плавно колеблющиеся в воздухе кольца дыма. Что касается последнего пункта, то тут вас никак не проверишь, сказал я, но кое-какие изведения о возрасте этого человека и его карьере мы сейчас отыщем. Я снял со своей маленькой книжной полки медицинский справочник и нашел нужную фамилию. Там оказалось несколько мордимеров, но я сразу же отыскал своего посетителя и прочел слуху все, что к нему относилось. Мордимер Джеймс с 1882 года член Королевского хирургического общества Кримпен Тартмур Кравства Деваншер С 1882 по 1884 год Куратор Черенгросс Крингросс Крингросс Удостоен премии Джексона по разделу сравнительной патологии За работу не следует ли считать болезни явлением мотивистического порядка? Член Корреспондент Шведского патологического общества Автор статей Аномальные явления Атавизма Ланцет 1882 год Прогрессируем ли мы? Вестник психологии Март 1883 год Сельский врач Приходов Кримпен Торсли Фай Перу Ни слова об охотничьем клубе Уатсон С лукавой улыбкой сказал Холмс Зато действительно сельский врач Как вы тонко подметили Мои умозаключения правильны Что же касается прилагательных То если не ошибаюсь Я употребил следующий Симпатичный нечистолюбивый и рассеянный Уж это я знаю по опыту Только симпатичные люди получают прощальные подарки Только самые нечистолюбивые меняют лондонскую практику на сельскую И только рассеянные способны оставить свою палку вместо визитной карточки Прождав больше часа у вашей гостиной А собака была приучена носить поноску за хозяином Эта палка не из легких Собака брала ее посередине и крепко шумала зубами Следы которых видны совершенно очевидно Судя по расстоянию между отметинами для терьера такие челюсти слишком широкие а для мастифа узкие Возможно что Боже мой Ну конечно Курчавый Спаниэль Говоря Эта Холмс Сначала расхаживал по комнате Потом остановился у оконной нише И в последних словах прозвучало такое твердое убеждение что я недоуменно взглянул на него Послушайте друг мой почему вы в этом уверены По той простой причине что я вижу за боку наших дверей а вот звонок ее хозяина не не уходите Ватс прошу Ватс вы же с ним коллеги и ваше присутствие поможет мне вот она роковая минута Ватс вы послушайте шаги на лестнице эти эти шаги видеть типичного сельского врача Доктор ставил здесь или в пароходной компании потерять такую вещь это было бы просто ужасно подарок спросил Холмс да сэр от черенгровской лечебницы да от тамошних друзей ко дню моей свадьбы ай ай как это скверно сказал Холмс покачивая головой доктор Мортимер изумленно смаркал глазами а что же то скверного только то что вы нарушили ход наших заключений значит подарок был свадебный да сэр я женился и оставил лечебницу вместе с ней и все надежды на должность консультанта надо было обзаводиться собственным домом ну вот видите мы не так уж сильно ошиблись сказал Холмс а теперь доктор Джеймс Мортимер что вы что вы у меня нет докторской степени я всего лишь скромный член королевского хирургического общества и по видимо человек научного склада ума я имею только некоторые отношения к науке мистер Холмс так сказать собираю раковину на берегу необъятного океана познания если не ошибаюсь я имею честь говорить с мистером шалком Холмсом а не нет доктор Хватсон вот перед вами очень рад познакомиться сэр ваше имя часто упоминается рядом с именем вашего друга вы меня чрезвычайно интересуете мистер Холмс я никак не ожидал что у вас такой удлиненный череп и так сильно развиты надбровные дуги разрешите мне прощупать ваш теменной шов вслепок с вашего черепа сэр мог послушать украшением любого антропологического музея до тех пор пока не удастся получить самый оригинал не сочтите залезть но я просто завидую такому черепу шерл к Холмсу усадил нашего странного гостя в кресло мы с вами по-видимому оба энтузиаста своего дела сэр сказал он судя по вашему указательному пальцу вы предпочитаете сами напивать папиросы не стесняйтесь закуривайте доктор Мордимера вынул из кармана табак и с поразительной ловкостью набил папиросу его длинные чуть дрожащие пальцы двигались проворно и беспокойно как щупрецо насекуло Холмс сидел молча но быстрые мимолетные взгляды которые он бросал на нашего занятного собеседника явно говорили о том что этот человек сильно интересует его я полагаю сэр начал он наконец что вы оказали мне честь своим вчерашним и сегодняшним посещением не только ради обследования моего черепа нет сэр конечно нет правда я счастлива что мне представилась такая возможность но меня привело к вам совсем не это мистер Холмс я человек отнюдь не практической складки а между тем передо мной внезапно встала одна чрезвычайно серьезная и чрезвычайно странная задача считаю вас старым по величине европейским экспертом вот как сэр разрешите полюбоводствовать кто имеет честь быть первым довольно резким тоном спросил Холмс труды господина пердильона внушают большое уважение людям с научным складом мышления тогда почему бы вам не обратиться к нему я говорил сэр о научном складе мышления но как практика вы не знаете себе равных это признано всеми надеюсь сэр что я не позволил себе излишней так самой малости ответил Холмс однако доктор Мортимер я думаю что вы поступите совершенно правильно если сейчас же без дальнейших отступлений расскажите мне в чем состоит дело для разрешения которого вам требуется моя помощь отступлений 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 Продолжение следует...